Всем привет! В общем, в начале сезона начал снасти перебирать, смотрю у меня на мульте плетёночка та всё, наелась. Поехал в магазин, стал смотреть цены что-то цены меня не шибко обрадовали и обратил свой взор к старой доброй леске. В общем, купил себе сразу три упаковки вот такую вот Ион Пауэр простая не стал заморачиваться, даже не распаковывал думаю, зимой пригодится. Купил ещё вот такую Ион Пауэр хиперкастинг 0,35, 15,7 грамм, то есть в принципе порыбачил на неё рыбалок 10 обыкновенная леска с памятью ничего такого удивительного в ней нет и на каком-то очередном забросе борода, короче я её перемотал на катушку и забросил в коробку вот, и у меня ещё лежала, я на неё хотел сразу перемотать, но что-то думаю, дай-ка попробую сначала эту, эту пока оставлю в запасе вот альфа такл бас про драйсистем НТ-80 поставил, из третьей рыбалки я понял, что это ну офигенная леска со своими плюсами, со своими минусами вот она вот в такой упаковке упаковка была вообще такая последняя то есть больше у нас в магазине не было он говорит, это всё, последняя больше не будет у них ещё есть какая-то щучья я видел в интернете, но я её вживую не видел, ничего не скажу про это могу сказать, что она более мягкая и у неё меньше память я видите, взял 0.35 там разрыв 14.8 килограмм у неё мульту вы сами знаете, что ему пофиг на диаметр вообще фиолетового и я вот до конца сезона рыбачил с леской то есть вообще с большим удовольствием надо закинуть Чабика пожалуйста, полетел Чабик надо закинуть там Redrag Phantom 21, пожалуйста надо закинуть Шакал Арагон Джуниор который нихрена летит, парусит пожалуйста на леске ты забрасываешь однозначно дальше если допустим весь металлолом там спиннербейты там вертушки, колебалки ну всё зависит там от модели то железо вообще улетает в далёкий космос не забудь тормоза только подтянуть парни, которые в лодке сидят с плетёнкой слушай, нихрена, как ты кидаешь я говорю, так это леска я говорю, это леска она улетит дальше в любом случае в общем, я половил лакуни небольших щучек получил грандиозное удовольствие для себя сделал определённый вывод если вы ловите рыбу какую-то небольшую небольшую там в пределах вот в этом году самую полуторку я достал да вообще без проблем там килограмм до трёх однозначно леска то есть не надо там вообще заморачиваться нафига мне покупать плетёнку там за полтора там и выше сейчас когда есть леска если вы кидаете там какого-то чабика ну кто там клюнет ну бывает там кашелот клюнет но это редко сейчас если ты где-нибудь там не на севере ты уже ставишь извините меня ты конкретно охотишься там за здоровую щуку и ты ставишь здоровую снасть у тебя всё там должно быть соответствовать и здесь то же самое то есть у меня тест 5.17 приманки там в пределах этих забросов я не теряю в забросе кайфую всё нормально и здесь ещё и цена самая главная так что вот такой ребят кратенький обзорчик здесь сугубо моё личное мнение то есть я не вижу допустим когда ты окунь ловишь на плетню да однозначно мы ему губы обрываем да здесь минусы тоже есть это чувствительность теряется на плетёнке всё равно там где-то ты в корягу бах ты уже понимаешь ты в корягу заехал здесь всё приходит с опытом то есть ты уже понимаешь что ты в корягу уперся где-то там ещё что-то если ты зацепился ты уже ведёшь себя более аккуратно не так как с плетёнкой то есть и так далее и тому подобное это вы представьте то есть у меня здесь стоит 0.35 то есть если я бы поставил там допустим 0.2 леску ну там то есть она бы ещё летела бы дальше то есть это даже не вопрос но здесь опять же тоже моментов много то есть ну специфик который в принципе я доволен то есть вот всё что я хотел я получил то есть я сэкономил я увеличил дальность заброса я половил рыбу то есть вполне провёл сезон нормально так что как-то так вот если кому-то надо не надо там ну вот говорю там окуней ловить там головлей ловить там какую-то там щуку небольшую то есть там в пределах там двушки-трёшки в принципе зачёт нормально то есть без проблем конечно нужно привыкнуть немножко я там какое-то время тоже приловчился то есть и стало мне вполне-вполне-вполне нормально то есть как-то так вот ребята такой кратенький обзорчик всем всего доброго всем пока пока